Скользкая тема для России особенно. Если вы где-то отдыхаете, где эти морепродукты ловятся, ешьте их с удовольствием. А вот в России, если хочется креветок, здесь больная тема для многих моих знакомых, которые любят морепродукты. У меня мама, она любит делать том-ям, но сейчас она уже поняла, что том-ям можно сделать с курочкой или с краснорыбкой, которая, в принципе, с хорелевого хозяйства, недалеко от Новороссийска. Что можно, если очень хочется, можно себя побаловать. А вот морепродукты они купили замороженные креветки, причем стоили хорошо, вроде пахли неплохо, и сделали салатик с ананасами. И вот когда вот эти вот креветки соприкоснулись с соком ананаса свежего, они покрылись слизью и начали разлазиться. То есть какой там реагент, вот обычные креветки, вот просто мы вот здесь вот делаем, да, вот не должны давать такую реакцию. Также, если вот морепродукты, которые продаются, они в такой вот ледяной корочке, вот тоже лучше их не покупать, потому что там и добавляют тоже, я не помню, какое-то вещество, чтобы они вот лучше сохранялись. И это тоже очень нехорошо воздействовать на организм. Тоже, но если очень хочется, да, нюхайте. Нюхайте, вот если вы покупаете, вот можно мидии вот эти вот большие, да, невкусные, я здесь тоже покупаю замороженные мидии, но всегда нюхайте. Открывайте коробку, старайтесь понюхать. Не должно быть неприятного запаха, запах должен быть такой приятный. И если вот морепродукты покрыты коркой льда, под которой там не докопаешь этот морепродукт, да, и никак запах, если даже он там испортился по этой корке льда, вы его не пронюхаете, тоже лучше избежать. Лучше покупать вот то, что есть. Вот на российском, я знаю, там креветки, да, местные, которые ловят, там еще какие-то такие вещи. Кальмары, кстати, вот из замороженных, замороженных самые более-менее безопасные, это вот кальмары. Прям, это хороший источник белка, который легко усваивается. Вот кальмары, насколько я знаю, еще не успели сильно испортить. Это то, что вот можно тоже всегда нюхать, и то, что вы покупаете.